Идем дальше. Следующая рекомендация это ставить защитные конструкции. Более того, не просто ставить, а нарабатывать защитные конструкции. Это различные виды защит, которые описывают либо как зеркала, которыми вы себя окружаете, либо зеркальной пленкой там можно себя окружить, либо какими-то стеклами можно себя окружить, вы не физически имеете в виду. Поставить вокруг себя серебряное ограждение, либо зеркальную сферу создать, либо какие-то барьеры создавать вокруг себя, каменную стену вокруг себя представить. Либо вот такой способ. Представьте себя внутри яйца окруженного скорлупой и наполните это яйцо вязкой жидкостью. Типа это будет вас защищать от всяких влияний. Ну и как рекомендуют? Рекомендуют вот все вот эти вот защитные конструкции нарабатывать долго. Например, вам нужно визуализировать вот эти вот все структуры, ну или бы какую-то там выбранную структуру утром и перед сном обязательно. И после любых практик по наполнению энергии. Потому что пишут, либо говорят, что эти защитные конструкции должны быть мощные и сформированные, то есть наработанные. И вот так вот визуализировать все эти барьеры, значит коконы, там пленки, сферы нужно как можно чаще, как можно дольше и постоянно их вокруг себя, значит нарабатывать, 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 усиливать, делать мощнее и мощнее. Тогда типа они будут срабатывать, когда на вас будут оказываться влияния. Что на этом можно сказать? Представьте себе, что вы идете по улице, такой значит плохо освещенной, народу мало и там компания гопников какая-то. И вы себе так идете, значит аккуратненько, спокойно, тихонечко, не привлекаете к себе внимания, ну и так проскальзываете мимо них. Представьте другую ситуацию. Вы идете, на вас значит надет такой значит латный костюм, такие латы значит, нагрудник, наручи, поножи или как они называются, ну в общем ножные всякие конструкции, шлем. Вы таки идете, я в защите, гордо значит шествуйте. Эти гопники явно вами заинтересуются. Заинтересуются и в результате к вам пристанут, и вы получите от них много нехорошего. К чему я это говорю? Понимаете, вот любая конструкция защитная, которую вы постоянно носите на себе, она привлекает внимание. Она привлекает к себе внимание именно тех личностей, людей, сущностей, существ, которые склонны агрессировать, то есть которые склонны негативно влиять. И привлекает внимание с целью проверить эту конструкцию на прочность. Понимаете? То есть чем вы больше на себя навесите вот этих всяких щитов, барьеров, там яиц каких-то, коконов, сфер, тем сильнее вы будете раздражать людей и существ наличием вот этих барьеров. И тем больше ударов вы будете отхватывать от тех, кто будет безусловно проверять на прочность эти наши конструкции. Так что же вопрос вообще? Они не нужны, не работают? Они работают действительно. Но они должны срабатывать и проявляться только вот в тот момент, когда они нужны. В принципе, можно заняться наработкой каких-то вот этих вот коконов, там конструкции, сфер, стен или еще чего-то. Но вы их наработали и как бы растворили, рассредоточили. Их нету. В момент, когда они необходимы, они должны как бы проявляться, возникать. Ну как такой сборный конструктор. То есть у вас есть для них необходимые субстанции, да, в вашей психике, в вашем, говорят, энергополе, мы очень не любим это слово, ну в вашем энергетическом существе, да. И для этого есть необходимые субстанции. И вы создаете этот кокон вот именно в тот момент, когда он нужен. Более того, он должен создаваться рефлекторно. То есть вы не должны задумываться на самом деле над тем, что вот именно в этот момент у вас какая-то конструкция создается. Сложно. Ну, ребята, а это практика. Это не так, что вот вы как бы просто прочитали про это, немножко попредставляли, и это работает. Это действительно серьезные практики. Для этого нужно учиться. Для этого нужно практиковать, тратить время, тратить усилия. И опять же, не представлять, не визуализировать. Вы можете представлять эти коконы сколько угодно. Но они появятся только в том случае, если вы умеете реально работать с психическими, биоэнергетическими структурами. Тогда это все появится. То есть вот эту рекомендацию с наших биосенсорных позиций можно сформулировать так. Сиюминутные защиты, которые заранее когда-то наработались, потом они условно разрушились, рассредоточились и рефлекторно возникают у вас в нужный момент. А потом снова рассредотачиваются. Поехали дальше. Дальше нам рекомендуют то, что я назвала как некие позитивные практики. Ну, например, представьте поток сияющего белого цвета, который проходит сквозь вас, при этом у вас закрыты глаза, и вот этот поток, значит, он все размывает, высвечивает и защищает вас. И весь негатив как бы этим потоком растворяется. Ну вот сюда же такая относится рекомендация перерабатывать негативную энергию, которая в вас вброшена в позитивную. То есть, например, создаем некий желтый огненный шар, вот туда мы, значит, мы все вытягиваем, и вот этот желтый огненный шар на себя все собирает, там все сгорает, перерабатывается, ну и вам должно становиться хорошо и спокойно. Похожие рекомендации, когда вы излучаете свет, то есть излучаете свет, будьте светом, излучайте энергию, и тогда все будет хорошо. Что можно сказать по этому поводу? Ну, в принципе, хорошие рекомендации, ну давайте опять же, не нужно представлять, ребята, представлениями вы ничего не добьетесь. Во всех вот этих рекомендациях так или иначе говорится про какое-то свечение, то есть сияющий вертикальный белый поток, вот какие-то желтые огненные сияющие шарообразные структуры, да, излучение вокруг себя какого-то свечения. Да, свечение, либо такое общее, объемное, либо каких-то определенных областей, определенных структур, это очень мощная, хорошая практика. И она относится как раз к усилению нашего энергообмена. Мы ее рекомендуем только, опять же, с открытыми глазами, без представления, и идти от ощущений. Да, свечение – это очень мощные процессы. Мы рекомендуем, например, всем постоянно научиться держать свечение над областью макушки. И тогда у вас и сознание будет ясным, и мышление будет хорошим, и также у вас голова не будет болеть. И много влияний, которые направлены на вас, будут этим свечением просто растворяться. Также, если вы научитесь высвечивать вот этот самый вертикальный пронизывающий поток, то да, тоже многие какие-то негативные влияния будут им растворяться. Да и самочувствие улучшится, и здоровье улучшится. Потому что, когда мы высвечиваем наши внефизические субстанции, то это уже вторично влияет на наши физические структуры и способствует самооздоровлению. Поэтому да, занимайтесь. Также сюда еще мы можем добавить свечение в определенных областях нашего организма. Если вы хотите комфортно, позитивно общаться с людьми, очень рекомендую вам научиться высвечивать область сердца. И растеплять, не просто высвечивать, а вызывать растепление или вытепление в области сердца. Когда вы, опять же, без визуализации, без представления, начинаете чувствовать, что в области сердца у вас как бы начинает разгораться, очень такое мягкое, но мощное тепло, идущее во все стороны, заполняющее всю грудную клетку, сопровождающееся очень ярким, таким мощным, приятным ощущением свечения, различного цвета, тогда ваше общение, оно станет более комфортным, более мягким, более добрым, доброжелательным. И вам будет легче, и людям будет легче, которые с вами общаются. Также мы рекомендуем высвечивать энергообращающие области, они же энергетические центры. Потому что если у вас эти области активны, если они высвечены, то они как раз способствуют хорошему восстановлению вашего организма при любых видах влияния на вас, и они просто вас оздоравливают. То есть вот эти вот практики высвечивания, либо целиком, либо каких-то отдельных областей, они прежде всего уравновешивают и улучшают ваше состояние, ваши энергообмены, ваше самочувствие, ваше эмоциональное состояние. И во вторую очередь они влияют на ваших собеседников, которые безусловно чувствуют, в каком состоянии вы находитесь. И когда вы находитесь в таком вот высвеченном, хорошем процессе, то и это тоже как бы частично опрокидывается на ваших собеседников, ну и им просто, например, не хочется с вами конфликтовать и ругаться. Поэтому с нашей точки зрения мы можем назвать вот эти рекомендации, такие высвечивающие, уравновешивающие практики. Пожалуйста, пользуйтесь. Следующее, что нам рекомендуют, я назвала психологические методики. Ну вот, например, находите компромиссы, не отвечайте злом и не делитесь, а не ведитесь на провокации. Не злитесь, используйте иронию и снисхождение. Пожалейте человека, который на вас негативно влияет. А также избегайте общения с так называемыми энергетическими вампирами, например, родственниками, которые грузят вас какими-то темами. Спросите их, как они собираются решать проблемы. Переходите на другие темы. Ну все это, конечно, хорошо, ребята. Но дело в том, что если вы не умеете регулировать и контролировать свое эмоциональное, психологическое состояние, то вам очень трудно будет это сделать. Вы просто как бы валитесь вот в те эмоции, в те процессы, в те состояния, которые на вас опрокидывает ваш слушатель, и вы ввяжетесь там либо в конфликт, либо в ту беседу, которая вас опустошает и приводит в какое-то негативное состояние. Чтобы вот это все получилось, вам нужно научиться определенным психологическим регулирующим практикам. И вот с нашей точки зрения рекомендация так и звучит. Осваивайте регулирующие психологические практики. То есть вам нужно научиться работе со своей психикой на уровне субстанций. Потому что с точки зрения биосенсорных практиков ваша психика, она же ваша душа, она безусловно материальна. И с ней надо работать, как с любыми другими материями. Так же, как вы, например, тренируете мышцы вашего тела, делаете физкультуру, на пробежку выходите, какие-то там тренажеры покупаете или ходите в фитнес-клуб и там занимаетесь. Иначе вы понимаете, что ваше физическое тело, оно ослабнет, оно будет болеть, вам будет плохо. Точно так же нужно тренировать свои психические, душевные, внефизические структуры на уровне ощущения их материальными. Для этого существуют определенные практики. Вот я уже упоминала практику энергетического насыщения. Пожалуйста, это как раз работа с вашей психикой. Я упоминала всякие практики свечения, потокового, объемного, сферического, высвечивания определенных областей, высвечивания энергетических центров. Пожалуйста, пользуйтесь, обучайтесь. Также, чтобы регулировать свое состояние, эмоциональное, психическое, нужно научиться выявлять в себе психические именно напряжения. И не только их выявлять, а научиться их растворять, высвечивать, распушать. То есть их высвобождать. Потому что если вы этому не научитесь, то при любой какой-то дискомфортной беседе вы, безусловно, будете зажиматься. И какая защита? Вы сами себе будете делать плохо при таких зажимах. То есть вы учитесь этим практикам, выявлению блоков, зажимов, перехлестов, еще чего-то, и высвобождению от них сначала в специальной обстановке. То есть вы ходите на курсы, например, к нам в институт биосенсорной психологии. Вы дома самостоятельно обязательно занимаетесь и обучаетесь вот этим практикам. Вы тренируете свою психику, свою душу, свою энергетику, если хотите, вот всеми этими подходами. А потом постепенно вы начинаете переносить вот эти подходы на свою обыденную жизнь. Потому что если вы сразу вот так вот с бухты-барахты решите применить эти подходы в общении с каким-то человеком, предположим, в какой-то сложной обстановке, то у вас ничего не получится. У вас опыта нету, у вас навык не наработан. Поэтому сначала вот делаем это в специальной обстановке, тратим на это столько времени, сколько нужно. А потом постепенно вот эти подходы будут переходить в вашу обычную жизнь. И вы сможете, например, при сложной беседе с начальником или с подчиненными, или с какими-то людьми, которые хотят с вами конфликтовать, вы сможете регулировать свое состояние, сохранять уравновешенное, комфортное, спокойное состояние, не поддаваться на провокации и так далее. И так далее как раз то, что советуют. Поэтому учитесь регулирующим психологическим практикам.